Значит, BBE, огромное спасибо за донат, спасибо большущее. Видос называется «Мы теряем США». В принципе, достаточно интересно, давайте послушаем. Собрал сегодня вас для обсуждения самой важной новости прошедшей недели – захвата Капитолия. Сказать, что это абсолютный прецедент, историческое событие, не сказать ничего. Захват Капитолия – это не киргизский. На самом деле, вот чем Навельный все-таки молодец, вот именно, надо же понимать, что политота везде, именно из-за него, то есть, как бы он всех забайтил задуматься о политике, и мне кажется, это хорошо. Сцедент, историческое событие, не сказать ничего. Захват Капитолия, это не киргизский парламент, где недавно произошли похожие события, это капит... А схуя ли это не киргиз? Че? Че? Ты че? Чем тебе киргизский парламент хуже Капитолия? Ты че? Ты че? Думаешь, киргизы не такие крутые, как пиндосы вонючие? Ах ты мразь, тварь, дизлайк отписка. Капитолий Соединенных Штатов Америки, бе... Ну и че, блядь, Капитолий каких-то пиндосов или, блядь, Дума Кыргызстана, легендарного Киргизии, вообще? Какие-то там пиндосы подзалупные, которые за три девять земель, за три океана живут, не срать ли им в рот? И Кыргызы! Вообще, вот на... Ой, фу! Первого государства в мире. Все это произошло... Какого, блядь? ...доли Соединенных Штатов Америки. Первого государства... Схуя ли оно первое, блядь? Первое... Первое по пидорам, нахуй, и по неграм, я... Че, блядь? По куколдизму. Первого государства... Я теперь понял, почему шевцов всех бесит. Кто-то меня фикит или пиарит, давно не доначал. А-а-а! А че плохого-то? ...спасибо за видео по Nirvana. Включились уши... Ну, спасибо. Не, я думаю, кто-то тебя именно... Ну, скорее, не... Скорее, это самое... Ну, пиарит, не хейтит. Почему хейтит-то? То есть, просто твои видосы продвигает. Спасибо большое за донат. Да, посмотрим, но сейчас пока вот смотрим это ББЕ. Что-то, блядь, ребята, то ли у меня настроение какое-то плохое, то ли я старею, то ли чё. Вот он меня прям, меня его формулировка выбешивает. А с хуя ли пиндосы первое государство в мире, блядь? Ты уж скажи тогда, по каким критериям? То есть, первое там по экономике, или там, не знаю, какой-нибудь там, блядь. Что значит первое в мире? А почему Россия не первая в мире, блядь? Мы, блядь, первые в мире по, там, не знаю, по территории, по числу самоубийств, блядь, по... Да просто нахуй, по крутости. Мы, блядь, первые, потому что у нас Моисей Великанов в России, ебать. Вот это... Вот... Еще раз, надо понимать, что я главный пиндосник вообще, просто самый отвратительный либерал, просто вообще этот самый защитник пидорасов и так далее. Но какого хуя он так формулирует, блядь? Это Америка! Первое государство в мире! Да пошел ты нахуй! ...государство в мире. Все это произошло после сходки Трампа со своими подписчиками, Дональду не пришлось... Подписчиками! ...как некоторым президентам... Подписчиками, блядь! Сходка с подписчиками. Влад А4 чисто, Трампа 4. ...сгонять бюджетников, учителей, работников заводов. Его электорат вполне настоящий, за него проголосовало более 70 миллионов американцев. И даже по официальным данным это чуть меньше половины. Надо понимать, что у американцев выбор, по сути дела, между республиканцами и демократами. И за Трампа проголосовали не только те, кто действительно топит за Трампа, а и те, кто его предпочитает Байдену. То есть, грубо говоря, я могу быть, условно, каким-нибудь либертарианцем. Меня бесят и те, и те. Или каким-нибудь лейбористом. Или анархистом. Или, блядь, какой-нибудь еще поебенью. Или, например, какой-нибудь... Ну, предположим, ты можешь быть правый какой-нибудь, там, не знаю, либеральный этатист, какая-нибудь такая хуйня. То есть, например, ты нахую вертел религию, традиции и всю вот эту республиканскую поебень. Но выбирая между Black Lives Matter и, блядь, как бы между клизмой и сэндвичем с дерьмом, ты выбираешь сэндвич с дерьмом или, там, гигантскую клизму наоборот. И, соответственно, не все эти 70 миллионов это именно сторонники Трампа. Это те, кто предпочел сэндвич с дерьмом, да, или, там, клизму. Я и вовсе считаю это большим достижением, учитывая, что... А действительно, прям, лютый, ядерный какой-то невозможный электорат у Трампа, ну, он, я думаю, не такой уж большой. Все средства массовой информации, все соцсети, все звезды были против него. Ну, с другой стороны, да. То есть, настолько вот, как бы, в таких собачьих абсолютно условиях как-то вот что-то сделать, это тоже великое достижение Трампа. И, конечно, Трамп, в любом случае, ему респект. Такой результат, это очень круто. В России полно голосующих не по любви, а за меньший из зол. Причем, что самое смешное, многие Путина считают этим самым меньшим из зол и голосуют за него именно, там, по той же причине. Да вообще, блин, ну, честно, в России нет такой дихотомии. В России, по сути, нет, ну, нет выбора из двух зол. Есть выбор, как бы, одно зло, либо что-то другое. Ну, то есть, ну, блядь, не знаю. Мне кажется, в России, к сожалению, не так. То есть, если у Америки, у них традиционная дихотомия демократов с республиканцами, то у нас, блядь, Путин и те, кого Путин даже не считает за достойных конкурентов, кого он же сам разрешил против себя допустить на выборы, кто, очевидно, блядь, более говноеды, чем он, и, конечно, никакой конкуренции ему составить не могут. И точно так же, как и депутатские любые выборы. То есть, это более-менее, там, норм чувак, или это даже полный говноед, но который имеет административный ресурс, хорошо пропиарился, и против него какие-то абсолютно опущенные уебаны. То есть, ну, как и на телевидении, то есть, например, у Соловьева приходит такой какой-нибудь, там, Хильштейн, я там такой, вот я вот важный человек, я вот так вот сижу, разговариваю. То есть, у него, ну, он конченый говноед, но у него, не знаю, красивая речь поставленная, он как-то умеет мысли разговаривать, доносить, и против него ставят каких-то, каких-то поляков, которые русские толком не знают, каких-то, блядь, Гоузманов, вот таких вот сюда, то есть, просто, чтобы показать либералов хуесосами и мудаками. То есть, они никогда, нахуй, не пригласят ни Навального, ни Понасенкова, просто потому, что на их фоне все эти, блядь, подзалупные, короче, говноеды будут выглядеть именно тем, кем они и являются на самом деле, всеми подзалупными говноедами. Вот. Или этого, блядь, кого еще приглашают? Украинца такого, с кучей вилдерей на лице таким, такое странное лицо у него. И он еще попадал в выпуск «Дымоход, сколько стоит шмот?» Забыл. То есть, просто как мальчики для битья такие. Вот, к сожалению, у нас вот все вот так именно. То есть, Путин и Единая Россия против мальчиков для битья, а нормальную оппозицию не допускают. У них же, как бы, вот, ну, такая вот дихотомия. Ну, это чревато, блядь, Black Lives Matter. То есть, еще не факт, что хуже. — Сопривлечь по всей строгости закон. — Ой, КПРФ не конкурент. Ты че? Ну, не надо смешить мои подковы. КПРФ вообще не конкурент ядру. Сколько у них? 10%? Ну, хотя, то есть, с одной стороны, это пиздец, что у коммунистов, блядь, 10% поддержка. Пиздец, просто ужас. Ебаные коммунисты. То есть, как много коммуняк, блядь, в нашей стране до сих пор. Это просто полный ужас. А ты, Израиль, кошмар. С другой стороны, ну, это хуйня. Это так. То есть, блядь, какой Зюганов коммунист, блядь? Православный коммунист? Не смешите мои подковы. — Ровным образом, как и разыскивали и привлекали участников погромов во время БЛМ-шествий. — Я считаю, блядь, промотал. — Это очень круто. Здание захватили. Все звезды были против него. — Ну, давайте, слушай. — Набрать такой результат, это очень круто. Здание захватили в прямом смысле, успели свистнуть немного имущества, которое теперь продают на аукцию. — У нас нет сэндвича с клизмой. У нас как бы либо клизма, либо ты все равно проиграешь, и нет смысла голосовать. — Что любопытно, все, кто принимал участие в этом событии, теперь их разыскивают и собираются привлечь по всей строгости закона, ровным образом, как и разыскивали и привлекали участников погромов во время БЛМ-шествий. — Ну, кстати, да, возможно, что за КПРФ тоже могут голосовать. Ну, те, кто предпочитают... Но все равно, я не знаю, это ужасно. Предпочитать коммунизм... Ну, это... Блядь. Я не одобряю предпочтение комму... То есть, блядь, Путин однозначно лучше... Если выбирать между коммуняками и Путиным, однозначно Путин, то есть, блядь, ни единого даже, блядь, какого-то, мне кажется, обсуждения быть не может. Потому что, как бы... Не при одном коммунистическом, именно коммунистическом режиме никогда не было даже близко настолько, как бы, комфортно жить, как при Путине. Так что тут... Для меня это, конечно, полный абсурд. А нет, никого из них не искали. Притом, что масштаб разрушения там был, ну, явно выше. Погромы, поджоги и многое другое против пары разбитых стекол и свистнутые витрины. И вам интересно, а как же я отношусь к захвату Капитолия? Я осуждаю. Это нарушение закона. Да ты вообще... Это не метод цивилизованных стран, а уж тем более сверхдержавы, а уж тем более демократической, где, как бы, вероятность закона и все такое. А что метод? То есть, во-первых, а что метод? А во-вторых, а схуяли блокировать Твиттер и вывешивать фотографии? А это метод, да, получается? То есть, вот это не метод, а вот то метод. То есть, я считаю так, если демократы охуели в край и делают уже как раз все, что ни под какие не подходит. Да и тем более, да, кстати, все вот эти вот псевдооппозиционные партии, то есть, возможно, и Жириновские там и так далее, это, конечно, все ну, как бы показное, скажем так. То есть, там еще я что-то начал, да, так обсуждать это, как будто бы это действительно оппозиция. Так, Сбер, ссылка в личке, спасибо огромное, обязательно посмотрим. Но пока смотрим, вот, чтобы бы я задонатил. То есть, если демократы в крае охуели и уже творят такую хуйню, которую, которая тоже не вписывается ни в какие, блядь, рамки неприличия, ни закона, то с хуялей нельзя республиканцам охуеть так же в ответ. Можно неправильно изменять итоги хоть и очень противоречивых выборов с силой. Дональд Трамп выборы все-таки проиграл. Вопрос с фальсификацией. Да, он их проиграл, потому что охуевшие пидорасы-демократы затыкали рот, блядь, всем республиканцам. То есть, вы пиздите за демократию и вы, блядь, по сути, не даете этому самому демосу его самую кратию. Вот и все. То есть, ну, просто... Вроде как должны были закрыть американские суды, они сказали, что их не было, но я в этом все-таки сомневаюсь. И надеяться на независимость этих судов сложно, потому что вся система сегодня американская не то, чтобы независимая. Достаточно взглянуть на американские СМИ, которые не пропускали Трампа в эфир. Каждый день на протяжении 4-х лет его дискредитировали. Очень многие претензии, что ему сейчас приписывают, они несправедливы, потому что Трамп оперативно писал в Твиттер, что мы партия закона. Не надо вредить охране Капитолия. Они служат нашей стране. Он записал видео, где призвал их идти домой. Ничто из подобного не делали демократы во время погрома в Белое. Более того, они поддерживали. В любом случае, это было нарушением закона. Да, я никогда не скрывал своих симпатий к Трампу. Безусловно, это не лучший кандидат для того, чтобы быть президентом. Но я воспринимаю его как хороший противовес тем силам. Силам с тоталитарным мышлением, которые готовы заткнуть президента Америки. Перебанить его во всех социальных сетях. Ютуб, Твиттер, Инстаграм, Фейсбук. Все. Набрасывая на него радикальные призывы. Только вот официальная формулировка бана в Твиттере. 75 миллионов великих американских патриотов, проголосовавших за меня, они не будут подвергаться неуважению или несправедливому обращению ни в какой форме. За этот твит его забанили. И после этого твиты его перебанили во всех остальных социальных сетях. А теперь прочитайте этот заголовок. Это лишь один из многочисленных призывов BLM. На этот раз эти слова принадлежали лидеру BLM-овских нью-йоркцев. И как вы думаете, хоть кого-то из них забанили? После блокировки президент Трамп перешел в социальную сеть Парлер. Это была небольшая соцсеть с 4 миллионами активных пользователей, общих пользователей 10 миллионов. Это была соцсеть со свободой слова, где сидели республиканцы и за тотальной цензуры они не могли сидеть в фейсбуках, инстаграмах, твиттерах и так далее. И стоило Трампу туда перейти, как Apple и Google убрали это приложение из своих магазинов. Хуесосы и пидорасы. Два абсолютных монополиста на поприще цифровых магазинов просто их убрали. И что происходит дальше? Монополист Амазон просто их отключает от своих серверов. Меньше чем за сутки они просто уничтожили социальную сеть, где были люди, которые исповедовали просто другие взгляды. Вот такие методы у тех сил, которые сейчас приходят, которые полностью противоречат хоть каким-либо институтам свободы слова. Отключемся на небольшую, но очень полезную рекламу. И если первое, с чем у вас ассоциируется слово питон, это змея, то это печально. Ибо даже гугл... Ну Шевцов, да, довольно, я говорю, я прям в самом начале бомбанулся его формулировок. Этот запрос выдает явно не змею. Питон или Пайтон один из самых востребованных языков программирования в мире. Среднее ЗП в России 120 тысяч рублей. На самом деле, намного больше. У нас просто в команде есть потом разработчиков получать намного больше, но это надо быть очень хорошим специалистом. Онлайн школа скиллфэктори открыл набор на курс фуза. Еще остается делать той часть, пока обучение, у вас уже будет какой-то потфорю, потому что вы будете учиться на практических кейсах. Специалисты и скиллфэктори помогут вам оформить внимание, потому что а что еще остается у вас к собеседованию? Узнайте больше о программе по ссылке в описании. Как я уже сказал, я это осуждаю, но с пониманием, потому что а что еще остается делать той части проголосовавших, которых чуть меньше 50%, которые не хотят жить в тоталитарной левой диктатуре, которая мчится на их страну? Главная угроза демократии, о которой кричат все мейнстримовые американские СМИ, типа CNN и прочих, главная угроза демократии это сама демократическая партия, как бы это смешно ни звучало. Она находится в теснейшем союзе со всеми крупнейшими корпорациями Америки, ну и мира, соответственно, Google, Facebook, Apple, они все в тандеме. И я категорически вас призываю не воспринимать их как просто частные компании со своими правилами. Это мировые корпорации, которые лоббируют свои законы. По этим законам живут все остальные граждане. Вы понимаете, когда у них сосредоточено такое количество капитала, они в состоянии влиять на законотворческий процесс. Когда у них есть ресурсы вещания на миллиарды людей, они уже не просто частные компании. Это мини-государство. А учитывая, как пресловутая американская свобода слова прогнулась под корпоративные правила этих компаний, можно ли сегодня назвать посягательством на свободу слова, когда официальный аккаунт действует? Он несет, мне кажется, довольно странную чушь. То есть, мне кажется, все-таки, что это не... Ну, не американцы прогнулись под корпорации. То есть, фу, не корпорации прогнулись под государство, а государство под... Фу, блядь, сука, я запутался нахуй. Не государство под корпорации, а корпорации под государство. Ну, то есть, мне хочется верить в это, по крайней мере. Что корпорации вынуждены заниматься какой-то хуйней, потому что государство на них давит? То есть, неужели Сергею Брину, там, хозяину Гугла, или кто там сейчас, акционеры Гугла, неужели ему искренне не поебать на то, что у черных там чуть-чуть что-то там как-то угнетено, и он готов ради этого вот на такую хуйню? ...президента блокируют в Твиттере. Что интересно, видимые русские оппозиционеры уже успели оправдать блокировку, дескать, это частная компания. Да, вся компания Навального и все, вот это либеральное крыло оправдало блокировку, что это нормально, это частная компания. То есть, они легитимизировали ровно те методы, которые применялись против них, просто в этот раз их применяют против их политических оппонентов, или тех, кто им не нравится. Ну, кстати, хуёво получается, что за бред-то? Справедливости ради... Ну, с другой стороны, блядь, может они и действительно как бы честные, хуясные, но... Ну, блядь, да, то есть, мне кажется, уже если у тебя такого... такой масштаб, то просто, блядь, по причине пидораса, по причине не нравишься кого-то убирать, это некрасиво в любом случае. Сам Навальный блокировку осудил. Поэтому это не оправдывает. А, сам Навальный осудил. Ну, так может быть и прикольно, что как раз даже внутри... внутри Навальновской вот всей движухи есть, ну, свобода мнений. То есть, кто-то считает так, как юрист, например, а кто-то считает, вот, как Навальный. То есть, у них у самих есть, типа, разница во мнениях. А что плохого в этом? Я не знаю. То есть, касательно этого Твиттера нас вообще ебать не должно. Главное, чтобы у них, как бы, это... Было единство в важных вопросах. Нет, так это не работает. Свобода слова должна быть для всех, без компромиссов и исключений. Вот эта формулировка, что не частная компания ищет другую площадку, это не работает. Нет другой площадки с настолько большим количеством людей. Сегодня социальные сети это абсолютные монополисты общественного мнения. Они управляют миром, они лоббируют идеи и ценности. Нельзя создать альтернативу, им нет альтернативы. Они информационные монополисты. Ты не можешь выбрать другую площадку, у которой будет столько же миллионов людей. Какую вместо Твиттера? Фейсбук? Его там забанили. Ютуб? Его там забанили. Твич? Его там забанили. Все информационные монополисты заодно. Да чего же велико было мое удивление, когда... Ну, остается надеяться на наших, на Яндекс, на, не знаю, ВКонтакте. Эмили Ротаковски, известная фотомодель и актриса, которая скакала на митингах BLM, выставляла в поддержку феминизма небритые подмышки, из этических соображений не буду показывать. В общем, она крайне левая. Но она справедливо написала, что если крупные корпорации сегодня затыкают президента США, то что ждать обычным людям? Вторым твитом она написала, что, дескать, это специально допустили захват Капитолия, чтобы оправдать увеличение цензуры в будущем. Мысль крайне интересная, но я все еще к ней скептичен. Если даже в левом крыле уже начинают подозревать, что что-то не так, это звоночек. Трампа, безусловно, есть за что не любить, он не самый политкорректный политик. Одновременно с усложнениями условий для миграции нелегальным мигрантам, он усложнил условия для легальных. Большое количество талантливых и крайне полезных людей не могут сегодня нормально попасть в Америку, потому что Трамп создал для них ограничения. Очень многие компании реально выступают против Трампа, потому что они не могут привлекать сотрудников из-за границы, именно из-за Трампа. Да, он не идеален, но те силы, которые приходят сейчас, их методы будут явно куда менее демократичны. Для того, чтобы понимать перспективы, достаточно понять, что эта партия в тесном сотрудничестве с Амазон. Амазону принадлежит Твич, и вы очень хорошо знаете, какие там правила и как там дела со свободой слова. То есть это как раз все Безос ебаный, по сути дела. Он же сейчас самый главный какой-то миллионер, миллиардер. Ебать. То есть, по сути, это все его хуйня. Твич сегодня, это идеальный прообраз идеального американского государства по мнению демократа. Это государство послушных идеологически... То есть абсолютно отвратительная хуйня. ...граждан, где нет альтернативного мнения. Где граждане находятся в страхе сказать что-то неправильное и ослушаться партию. Стоило тебе не... Может он сам в туза, что ли, порится? Хуй знает. Правильно высказаться по событиям, произошедшим 6 января, как твое лицо убирают из смайликов Твича. Самый популярный смайлик Твича поп-чамп убрали, потому что парень, который изображен на смайлике... Че-то сказал, да. ...не осудил захват Капитолия. Все, его запретили. Эта политика называется cancelate culture. Та политика, которая сегодня в мире и в Америке. Политика отмены. Когда ты либо действуешь по линии партии, либо тебя запрещают. Что же мне это, блядь, напоминает, интересно? ...показов, цензурируют, банят и так далее. Я не могу себя в полной мере называть классическим либералом, со многими вещами я не согласен, но уж точно мне близки идеи свободы слова. И я понимаю, какая угроза для свободы слова наступает. В тандеме с игровыми разработчиками, которые не меньше стараются продвигать верную идеологию, когда сегодня ты заходишь просто поиграть в Battlefield V, у тебя будет надпись о том, что важно и как тебя забанят, если эту важность ты не будешь соблюдать. Вы понимаете про что? Потому что я боюсь это произнести на Ютубе. Приходится не досказывать, использовать метафоры. Советский Союз. Они в тандеме с Голливудом, который недавно опубликовал правила, по которым будет выдавать Оскары. Прямо как при Советском Союзе, когда получали привилегии режиссеры и сценаристы, которые славили партию. Когда получали наивысшие должности те, кто верно служил партии. Даже Терешкова, первая женщина, которая полетела в космос, почему ее выбрали? Потому что она очень любила КПСС. У нее такая прекрасная история из обычной пролетарской семьи и так славит партию. То же самое сегодня в Америке. Люди тоже получают привилегию по своему происхождению и по своим идеологическим взглядам. Идентичная ситуация просто немножко другие понятия, но категории одни и те же. Ну и в тандеме со звездами музыки, которые охотно продолжают мариновать свою публику правильными идеями. И еще раз повторюсь, проблема этих идей в том, что они разрушают свободу слова. Америка из страны, где каждое мнение, партии. Можешь ли ты сегодня в Америке сказать что-нибудь непопулярное? Да, тебя вряд ли посадят. Тебя просто уволят и никогда не примут на работу. Тебя уничтожат экономически. Ты не сможешь больше зарабатывать деньги. Америка сегодня это не власть государства. Это власть корпорации. И это не просто частные компании. Перестаньте нести этот бред. Далее политика цензуры и политика отмены будут набирать невиданные масштабы. Неудачно сказанная шутка и тебя лишат карьеры. Все разговоры о политике, о недовольствах должны быть лишь на кухне, как это было ранее в Советском Союзе. И за пределы кухни, чтобы это ни в коем случае не уходило. Успех демократов во многом обеспечен большими амбициозными обещаниями для маргинализированных групп населения. Но высокие пособия, социальную защиту это все повестка не для среднего класса. Не для людей с хорошим образованием, не для людей с хорошей работой. Таким людям не нужны подачки от государства, потому что эти подачки за них надо платить. Платить налогами, которые платят именно они, средний класс. Куда проще подсадить на иглу пособий наибольшее количество населения страны. Потому что так ими будет проще манипулировать. Человек, висящий на пособии, он заложник, он не свободный человек. Он всегда зависит от подачки, он зависит от рыбки, потому что удочки у него нет. Образованные люди хотят работать и не хотят платить огромные налоги. И именно в том числе из-за этого люди вышли в тот день 6 числа, чтобы показать, что они поддерживают президента, при котором корпоративный налог был 21%. При Байдене он будет 28%. Не надо ничего в бесплатные чатки дать. Ну я знаю, я смотрел. Мне кидали, блядь. Часто пишут, дескать, а чем протесты БЛМ отличаются от этого? Да всем! Здесь не было погромов частной собственности среднего класса. Ни одна разбитая витрина, ни один сожженный магазинчик, ни один разграбленный супермаркет, ни одна сожженная машина, ни один избитый человек, по крайней мере, со стороны протестующих. Однако то событие СМИ восхваляли и провоцировали. Это же они называют актами вандализма. Разница в том, что погромы БЛМ осуждали лишь республиканцы, а захват Капитолия осуждает все, в том числе республиканцы. Это показывает, что республиканская партия все еще может принимать ответственность за совершенные ошибки. Демократы так не умеют. Цензура будет увеличиваться. В интернете мы уже не можем говорить, что хотим. Мы на Твичей не можем пошутить, сказать что-то лишнее. А масштабы и влияние корпораций, которые подчиняются этим правилам, слишком велико. Мы не можем обратиться к какой-то статистике, потому что она нетолерантна. Мы не можем снимать историческое кино, потому что вся человеческая история оказывается пропитана угнетением. Ее нельзя такое показывать, потому что она нетолерантна. Ее приходится переписывать. Да, они переписывают историю. И эту историю неплохо лоббируют. Добро пожаловать в Советский Союз с американской спецификой. Вообще это забавно, как нынешние американские неокоммунисты осуждают захват Капитолия. По идее, они должны восхищаться подобными событиями. Например, штурм Зимнего Дворца. А, это другое. Потому что там была борьба за взгляды, которые им интересны. А тут борьба за взгляды противоположные. Поэтому это плохо. Да, Трамп очень противоречивый президент. Безусловно, он совершил массу ошибок, хотя несправедливо отмечать только их. Давайте отметим его заслуги. Ну, я не осуждаю захват Капитолия, если честно. То есть, мне кажется, что ой, там противозаконно. Знаете, блядь, евреям было противозаконно быть во Третьем Рейхе. То есть, это политический жест. Он не зловреден, на самом-то деле, по сути, никому. То есть, какой вред вообще государственности нанесли, блядь, БЛМщики злоебаные, и какой, ну, в смысле, государству, я имею в виду, даже другим людям, обществу, и какой вред от сраного захвата Капитолия. Да ничего вообще, просто, блядь, чуваки прикололись. Это ничего вообще никому не помешало. Или абсолютно так, ну, мелочь, ерунда, ни о чем. Но при этом это такой жест, что, типа, мы, блядь, не одни, мы в рот ебали это все. Хороший и правильный жест. Почему это вообще надо осуждать? Замечательно. Борьбе с безработицей. Хотя, возможно, Шевцов просто переживает за свой канал. Низкий показатель за 50 лет. Заслуги в экономике, самые высокие котировки на фондовых рынках, и именно при нем, при нем экономика реально расцвела. Трамп всячески уменьшал налоги и помогал среднему классу Америки, который за него в итоге и вышел. Его обвиняют в том, что он посягает на демократию, но за него вышло более 70 миллионов людей голосовать. На этот митинг пришли несколько десятков тысяч человек. Это реально население страны со своим голосом. Это тоже есть демократия. По официальным данным, их меньшинство, меньшинство проголосовало. Но это не повод их блокировать. В социальных сетях банят правые партии, правых журналистов снимают с показов и так далее. При демократии должны быть услышаны все мнения, а не только одно и самое верное. Что ж, Америка стала тем, кого хотела уничтожить. Добро пожаловать в Советский Союз, но с американской спецификой. Пиздец. Грустно это все. Базару ноль. Спасибо ББЕ большое за донат. Ну... Хорошо, что мы в России, блядь. Россия! Россия! У-у-у!